здравствуйте уважаемые любители водномоторники мы решили александр решил показать вам как посоветовать как установить ямар дизель на лодку казанка 2м для этого нам пришлось убрать проставку которая размером 125 ровно 125 мм покажи где она стояла вот то есть самая длинная нога была марка как их называют вот для этого пришлось укорачивать торсион торсион трубку охлаждения и тягу включения скорости так как так как торсион имеет трапециедальные шлицы пришлось обыкновенную модульную фрезу заточить под под такую вот визу покажи как она входит вот и на оставшемся нарезать точно такую точно такие же шлицы чтобы они вошли спокойненько получилось все с первого раза и очень хорошо для того чтобы усилить на лодке транец мотор весит 113 килограмм сухая масса 113 сухая масса пришлось сделать усиление задней части лодки таким щадящим можно сказать способом то есть был некоторые крепят бывает уголок прямо к заднему борту хотя он хотя он очень слабенький мы закрепили с александром за ручки спереди и сзади и здесь не забывайте вот тут такая есть полочка фиксирующая вверх-вниз чтоб не уходил этот уголок и засверлили на 8 болты затянули а к этому уголку пришлось делать и шестигранников принципе просто вот такие стяжки с одной и с другой стороны ну а тут уже толрепы это так как подстраховка подстраховка вот они вот ну получилось замечательно уже не боимся там на большой волне скакать с таким тяжелым мотором и вроде не нарушили задней борту ничего такого серьезного слушать 6 сезон это входит уже у нас лодка под этим мотором вот также пришлось увеличить где-то примерно миллиметров на 125 также транец тут финская фанера стоит вот она воде не размокает и очень долго держит это чтобы вымеряешь такую высоту транса чтобы антикавитационная плита была ниже 45-55 насколько я помню миллиметров ниже самого нижнего края днища и также пришлось изготовить из нержавеющей стали такой брызговик так как попробовали первый раз почему-то хлещет вода поддон и очень сильно ну в паспорте в таком правда в каком-то врезанной форме этот паспорт там двумя словами было рекомендовано установить такую антикавитационную вернее крыло вот это вот будем так называть и получилось замечательно теперь ездим без брызг расскажи про тяговые характеристики мотора самого ну мотор этот мотор редкий мотор это конечно не не нарадуемся очень у него значит он сравним с ямахой по упору на винт сравним с сорок пятой ямахой бензиновой по расходу топлива очень экономно очень экономно ездим далеко за 100 и больше километров каждый день по водохранилищу вилюйскому водохранилищу и поэтому выбор стал за таким мотором был привезен из владивостока 2005 году и вот считайте сколько он уже ходит сезонов вот обслуживаем каждый каждый сезон фильтр меняем хотя он конечно еще и может быть не выработал своих возможностей фильтр масла и масло заливаем покажи шелл дизель ну и желательно вот этот фильтр менять почаще потому что в нашей солярке все равно бывают какие-то отложения там непонятные он темнеет и потом пропускная способность его теряется на сто процентов вот такое масло очень хорошее она отмывает внутри все ну конечно желательно чтобы подделки на подделку не нарваться родной бак пришлось заменить на пластиковый сейчас я вам покажу емкость вот такой бак емкость его 34 литра и хватает его правда вдвоем и без такого особого груза хватает его на 200 километров туда и обратно получается нас где-то 100 километров за 100 километров теперь посудите сами какой расход до расход при этом лодка полностью загружена казанка 2 м до лодка ну я говорю это более-менее на лифте идем ну конечно когда уже пригрузился основательно да уже расход немножко когда 6 бочек рыбы стоит бутера много вещей тогда конечно расход увеличивается на это стандарт так что если солярку покупать хотя бы 50 процентов и дизельные моторы имеют известную экономичность на против бензиновых то расскажи что здесь нет нвд и так далее система здесь многие знают в интернете тоже можно посмотреть система подачи топлива насос форсунками их три цилиндры и насос форсунки здесь стоит ну пока не дымят слава богу ничего вот и стараемся заливать топливо очищенное пропущенное через фильтр тонкой очистки сейчас вам покажу вот фильтр тонкой очистки камазовский пожалуйста недавно поменяли фильтра и перекачиваем бак вот таким насосом устанавливается сюда в тисы да и пошел пять минут и из канистры в канистру топливо профильтровалось через вот этот фильтр тонкой очистки камазовский до этого стояла какой-то иномарки фильтр тонкой очистки и будете ездить не боясь и все равно со временем было что мотор аж перестал задыхал задыхаться стал поэтому меняйте чаще все таки фильтра сейчас сложнее и сложнее выписать ремень был как был так и есть он так он и остался ходит ничего ему не делается новые у нас есть запасе не стали так что новый мотор такой стоит 400 тысяч рублей но то наверно пожалеет таких денег но сэкономишь на солярке и кстати в надежности по надежности но не боимся в принципе он работает генератор у него строим маховика маховика вот этом покажу видно нет он синего цвета такой очень такая оригинальная конструкция топливный насос внутри термократы покажи винт какой редуктор мощный грузовой за все время эксплуатации заменили сальки нам идут 25 на 37 оригинальные круговую 4 штуки что на грибной вал что на вал привода сразу же в начале эксплуатации была поставлена ямаховская гофра на тягу включения скорости потому что она была порвана по сей день за 12 сезона 12 сезона сейчас мы его поставили общими усилиями на транец какие будут вопросы основные вопросы можно в комментариях задавать либо по телефону если кого-то заинтересует желаем вас скажем всех ездите на моторах я но это самый лучший дизельный мотор японцы молодцы проблем никаких не буду зарекаться фуз плюнул просто ездим далеко попадаем в большие штаны все спасибо за внимание ставьте лайки александр